Всем привет-привет, с вами Флэшка, и это Женские Игры, и мы продолжаем развлекаться на карте Новый Горизонт Игрек Теха. И, знаете, долгий путь нам светит с этим всем. Спасибо огромное за ваши советы и вашу наблюдательность насчёт помпы. Я ещё не проверяла, но ребята уже проверили, и сказали, что да, не знаю почему, но в обычной помпе нету вот этого слота отдельного под трубы, и поэтому трубы надо ставить вот сюда, вот сюда, и обязательно она должна находиться над жидкостью, ей надо подать энергию. В общем, это как-то бредовенько, потому что, ну почему не сделать ещё одна кошка? Почему? Зачем вот слоты для капсул занимать? Но всё равно, оно так должно работать, и как-нибудь мы это затестим. Что ещё, что насчёт Танталума? Спасибо огромное Владу, он, наверное, самый наблюдательный из зрителей. Он такой, да у тебя же есть, я точно видел есть, и да, оно таки есть. И оно у меня вот здесь, пиролисит и танталит, там где я копала. Я такая, где, где, я не могу найти, обрыла все сундуки. А потом оказалось, что я уже его обработала, я его раздробила, молотом перебила, и теперь осталось его отцентрифужить. Вот у меня получился вот такой вот танталит. Его осталось отцентрифужить, причём я получу немножечко дополнительного магнезия, манганес. Вот в общем, есть магнезия, есть марганец, это всё слишком сложно для меня. Не переведите мне это на русский, пожалуйста, это ещё больше меня запутает. И мы потом берём его промытый, отцентрифуженный, точнее, танталит, и пропускаем через электролизер. Да, кушает, кстати, приличненько, и работает 21 секунду, это очень долго на самом деле. Но в результате из 9 штучек мы получаем 2, грубо говоря. То есть из моих 4 стеков с крючком я получу буквально 1 стек вот этого танталита. Сказать, что это печально, это ничего не сказать, я вам так. Так скажу. Вот, но ничего, прорвёмся как-то, прорвёмся. Значит, к чему мы идём? Чтобы сделать резервуар, мне обязательно понадобится кварцевое стекло. Чтобы сделать кварцевое стекло, мне просто вот must-have, must-have из всех must-have, это Eloise Melter. На самом деле Eloise Melter очень крутая машинка. И я так думаю, что она не только для этого нам пригодится. И её уже можно будет запитывать какими-то другими источниками энергии, а не греговскими. Я так сильно зациклилась на греге, что забыла о всех остальных генераторах, которые присущи на этой сборке. А их здесь много. На самом деле много. Так что давайте будем немножечко расширять наши горизонты и идти к разным машинам. Пока это делается, вот я тут смотрела на Eloise Melter, вот вся засада именно в капаситерах. Капаситеры делаются из одной палки танталума, одной пластинки манганес и 144. Это целый слиток полиэтилена. 144. Ну если учитывать, что я там ведрами их делаю, у меня уже там, кстати, 8 ведер. Это 8000 с крючком. Достаточно, достаточно. Кто-то говорил, что мне неудобно будет их переносить. Не знаю, я пока что чувствую по себе, что мне так будет удобнее. Если в процессе окажется, что нет, ну значит поменяем тактику в этом плане. Хорошо, пока у нас центрифужится танталит. Я отправлю в бендинг машину, закидываю батарейки вот как только хочу. В бендинг машину отправлю даже целый стек вот этих пластин. Точнее этого металла. И в результате вот эти... Это у нас 4 с крючком стека, это уже перебитых. То есть из целой жилы я выкопала буквально руды 2 стека с крючком. Крючок сегодня главное слово будет. И это с целой жилы. Она не так, что большая была. Она не была 3х3, она была где-то 2х3 неполных. То есть не очень большая жила, поэтому вот так. Отправляю сюда пластины. Отправляю сюда пластины. И что еще нам понадобится в эту радость? Еще нам понадобится электрическая сталь. Пока это все производится, давайте обратимся к электрической стали. Я думаю, что можно даже ее просто вот отдельно открыть. Электрикал стил. Во-первых, у меня на электрическую сталь есть задание. Это у нас в 128. Вот здесь мне предлагают сделать 8 электрической стали. 8 электрической стали. Плавится она, конечно же, в бласт печке. Ее можно с... А нельзя тебе с оксигеном? Можно тебя с оксигеном, кстати. Потому что оксиген у меня все равно много. Вот. Сама же пылька делается достаточно просто. Это у нас стальная пыль. Это у нас угольная пыль. И силиконовая пыль. Или кремниевая, как вы это любите называть. Насчет стальной пыли я... Я-я-я, а куда я тебя делала? У меня была стальная пыль, потому что я расплавляла всяческие стальные вещи. Не расплавляла, а пульверазила. Я могу еще раз это сделать, потому что у меня их в достатке. Я с качалки постоянно приношу что-то чейн. И у меня всегда есть какая-то ноди. У меня еще есть. У меня много всяческих вкусняшек в закромах. Хорошо, вот это пульверазнем. Мне, по сути, надо всего лишь 8. Так что посмотрим, сколько получится. Мне казалось, что я уже напульверазила. Но, видимо, я ее уже и переплавила. Насчет силикона. Очень много силикона. У меня из какой-то руды... Я уже не вспомню сейчас, из какой. В общем, электролизер на 128. Это просто тема. Просто тема. Там столько возможностей. Я просто вам писать не могу даже. Нодиум. Была у меня где-то сталь. Но я уже не найду. Потому что кто-то писал. Да, сделай уже себе сундук под пыль. Есть у меня сундук под пыльки. Просто у меня пылик слишком много. Вот. Поэтому я теряюсь во всех своих сундуках. Вот. И еще мне понадобится угольная пыль. Угольная пыль. Нет. Ну что? Ну это же смешно. Это же смешно. Так, чуть-чуть брать. Вот. Что у нас тут уже сталенька пошла. Видите? Идут и кусочки, и вещи. То есть чейн, сталь. Все это прекрасно. А я могу до тебя теперь удобраться? Это последнее идет. Все. Это последняя вещь передробилась. Теперь я сюда закину уголь. К счастью, он очень быстренько. Видите? Как красавчик. Красавчик. Просто это 30 штучек. 31. Блин, до 32. Вообще чуть-чуть не дотянула. Ну и хорошо. 30. Так, 30. Остальное я здесь оставлю. И сейчас дождусь 30 угля. Ну вот. Тридцаточка почти готова. И, к счастью, это можно смешать даже в столике. Потому что я уже натыкалась на какие-то рецепты, где смешивать можно только в миксере. Что по большому счету логично. Смотрите, три этих мы превращаем в одну. Жирненько-жирненько. И для начала я переплавлю, наверное, 8 штучек. Или же, если... Да нам много всего надо сделать. Нам и электролизнуть надо, и всякое такое. Так что много. И, кстати, если кто-то прям повторяет со мной, то вот здесь я закрыла. Не думайте, у меня здесь закрыт. Потому что если бы дождик попал на генератор или бадбуфер, был бы бадабум. Такой бум! Бадабум! Я на тестовой карте где-то стила, взорвала так свой сетапчик. Потому что... Ну что ж, я же на 5 минут так забежала. Просто посмотрите, как оно будет работать. Тут хопа и дождик. Я такая... Не сюда, флешка. Я доделала батареек. Я очень много батареек доделала. Вы видите, сколько у меня батареек? Это все спасибо электролизеру. Теперь у меня батареек просто как... Моя любимая фраза, угадайте, какая. Сколько у меня батареек. И теперь я могу спокойненько выплавлять всяческие металлы, не особо задумываясь над накоплением энергии. Так сказать, к серии я всегда готова. И здесь у меня есть 16 ведер оксигена. И сколько будет занимать 1 процесс? Смотрим. Блаз к печке. Это практически последний рецепт. Вот. И 1 процесс будет занимать 60 секунд. Много, много, ребятки. На самом деле много. Но что ж поделать? Нам надо таких штучек хотя бы 8. Ну вот. Вот мои 8 заветных следочков электрической стали. Прекрасно. На это у меня ушло 8 минут и... Два раза по 8 батареек. Да. Одного моего набора батареек, 8 вот в каждом капаситере, хватило ровно на 4 следочка. Это при том, что использовался оксиген. И честно я вам скажу, я не заметила, чтобы он использовался. Честно говоря, я что-то не особо поняла. То есть он просто там должен быть или что? Я не понимаю, как это работает. Написано, что должен использоваться А1. То ли температура не та, то ли что. Температура должна быть 295. 295. А здесь не написано температура. Я не помню купром койлы. Сколько они выдают? Койл. Не написано, сколько они выдают. Но для оксигена надо 295. Напишите мне, пожалуйста, кто знает. Или же я после серии посмотрю в Вики. Сколько выдают вот эти койлы. Хорошо, с этим разобрались. Это прекрасно. Во-первых, мы выполнили здесь часть задания. Может даже чуть-чуть дальше продвинемся. Вот, например, мне нужен еще. Мне нужен. Мне нужен. Контактив Айрон Ингот. Тоже жрет прилично. Тоже его надо 8 штучек. И делается он из Айрон Даста, Редстоун Алоэ Даста и Сильвер Даста. Ничего криминального. Но это все потом, потому что мы стремимся к чему? Мы стремимся к Алоэс Малтеру, к резервуару, к газовым турбинам. Не газовым, к паровым турбинам следующего поколения и к большому бронзовому бойлеру. Вот, что у меня здесь уже есть. Видите, за все это время, как мало его нацентрифужилось, я это тоже достану, чтобы оно не копилось здесь. А этого красавца здесь у нас 55. Кстати, на один больше, чем надо, поэтому я отложу одну штучку. И таким образом у нас получится на 6 операций. Это будет 12 слиточков, если я не ошибаюсь. Если прям моя память меня не подводит. 12 слиточков это прям на целых 12 капаситоров. Это очень много. Это очень много. Basic капаситоров, если я их использую исключительно для крафта машинкейсингов, то нормалек. И смотрим на операцию. Да, она длительная. Она занимает какое-то количество секунд. Здесь у меня стоит войд труба, потому что оксиген сейчас мне не нужен. У меня есть определенный запас оксигена в капсулах. Ну и в принципе я могу наэлектролизить. Любое из своих сундуков оно в большинстве дает, собственно, вот этот злосчастный оксиген. Я не включила тебе флойд аутпут. Иди, иди, выходи. Хорошо, я заполучила Танталум Даст. Мне для начала и двух штучек будет достаточно. Как ты, радость моя, выплавляешься? Тебя можно просто обжарить. Тебя можно просто обжарить, и это замечательно. И это замечательно. То есть мы прям на полпути к этой радости, да? Хорошо. Мы сейчас сделаем из него слиточки. Из слиточек сделаем палочки. И уже с этими палочками обратимся... У меня все здесь забито. И уже с этими палочками обратимся к нашему ассемблеру. И попросим, чтобы ассемблер... Угу, жарит она. Конечно. Ты все прям уже пожарила. Обратимся к ассемблеру, чтобы он взял эту одну палочку, одну пластиночку, обмотал это все полиэтиленом и сделал нам капаситр. И 32-й лейс хорошенечко с этой задачей справился и сэкономил мне еще, грубо говоря, один слиточек. Это прекрасно. Это прекрасно. Отправим его сюда. По второму кругу будем гонять его через это. Берем наши пластины. Я вот сейчас поняла, почему вы настаивали на том, чтобы я сразу солидифайла это все счастье в плейты полиэтиленовые, потому что тогда идет ровный расчет. Одна плейта это 144, это как один сли, так и можно так считать ровненько. Но мне еще не попадались задания, где бы... Нет, одной капсулы хватит. У меня еще не попадались штуковины, которые надо было бы делать в ассемблере с другой жидкостью. Скорее всего, они будут попадаться. Я даже могу сейчас это прощелкать и проверить. Есть разнообразные рецепты, но, скажу так, что большинство из переменных жидкостей можно делать в 32-м ассемблере. А в этом поставить только что прям очень важно. Важно сейчас мне важно вот это. Так что поехали. Сделаем несколько капаситров. Залили прекрасно. И сюда я отправляю две пластины и две палочки. И в результате получаю прекрасные basic капаситеры. Вот. Потом я их доделаю. Остаток у меня, конечно, будет. Я не думаю, что я буду сильно из-за него переживать. Я еще хочу посмотреть, как делаются следующие капаситеры. Во-первых, эти капаситеры можно использовать на basic капаситербанке. Прекрасно. Прекрасно. То есть их много надо будет сделать. Да я, в принципе, знаю, что капаситеров надо много. Смотрите, есть прекрасные фотовалканические селлы. Они делаются из вайбрант и энергетик. Это, походу, мне еще не сильно доступно. Но все же, прекрасная вещь. Open Modular Threats нет. Railcraft Slice and Splice используется. И вот следующий этап. Это с Energetical. Очень-очень интересно. То есть вместо того, чтобы выкладывать слиточками. И 864. Это, если я не ошибаюсь, 6 слитков. Это очень много. Очень много. Зачем было так завышать? Не понимаю. Ну, в общем. И, в принципе, все. Да? Вот куда идут basic капаситеры. То есть в основном это на Machine Hall. Замечательно. Это есть. Это прекрасно. Возвращаемся к нашему Alois Melter. И смотрим, что еще надо. Alois Melter. Alois Melter. Вот на сам Machine Hall. Я их сразу буду делать. Два. Потому что вы знаете, что Alois Melter это сердце всех смотреть. Стирлинг-генератор. Блин, стирлинг-генератор. Он такой великолепный. Он просто бомбезный. Вот и его хочу. Все, я теперь хочу 3 эти штуки. Я теперь хочу 3 штуки. Блин. Хотеть-то я, конечно, могу. Но электрической стали мне хватит только на 2. Блин. Так, стальные пластины. Вот такие кейсинги. Точнее, у меня есть. Электрикал плейты. Есть. Электрикал стил плейт. Ну и в принципе, я могу собрать уже первые свои Machine Hall. Вот так вот. Вот так вот. Замечательно. Замечательно. Откуда я тебя вытащила? Я тебя из ассембли этого вытащила. Прекрасно. Мне кажется, что это просто великолепно. И я таки сделаю ему в компанию Стирлинг-генератор. Я думаю, это будет хорошим решением. Что нам сюда понадобится? Нам сюда понадобится 2 моторчика, которых у меня нет. Мне понадобятся еще вот такие вот штуковины. Давайте начнем, наверное, с моторчиков. Надо бы их сделать побольше. Я думаю, что вот 16 заряженных палок будет достаточно. Я их сюда запихну. Пускай наэлектризовываются. Хватит энергии. Оно меньше тысяч кушает. Пластинки у меня есть. Точнее, циркуитки. Дальше мне понадобится котел, конечно же. Мне железных пластин понадобится много, потому что вот печки, вы помните, там на каждую печку надо по 8 пластин. А печек нам надо много. Видимо, исходя из количества слотов в печке, сюда печек добавили. Очень интересный подход. Что еще понадобится на нашей проводочке? Мне понадобится копер-провода. Есть в достатке. И также мне понадобятся еще просто железные палочки. Я думаю, что закинуть стек палочек, чтобы они пилились, было бы хорошей идеей. Лишними они точно не будут, потому что всяческие железные то винтикоболочки, то кружочки постоянно встречаются у нас в крафтах. И, знаете, пора опять пойти покопать железо. К счастью, я нашла неподалеку тут огромную жилу лигнитов. Мне очень нравится лигнит копать, потому что лимониты... Ой, что я говорю, лимониты, уголь. Лимониты мне нравится копать, потому что они реально крутые. Так, железную пыль я не для этого здесь храню. Железную пыль я храню для нержавейки. Хотя я вам скажу, что самой пыль нержавеющей у меня уже 246, и это много. Я хотела каблуньку сюда закинуть, но не лезет. Отлично. С этим понятно, с этим понятно. Также мне понадобятся тиновые капеля, которые тоже есть в прекрасном количестве. Опять аэродроды, наэлектризированные аэродроды. Уже какое-то количество можно сделать. Вот так вот выставим. Замечательно. Вот моторчики. 9 штучек получилось, потом еще доделаем. Я же закинула, закинула. И закинула стек на пластинке. Закинула же, да? Закинула. И они практически доделались. Хорошо. Что у меня где-то обновилось? Еще бы я знала, что выполнилось, знаете. Потому что немножечко заданий добавили, и я уже теряюсь, где я что выполнила. И я не знаю. Я честно не знаю, что где булькнула. Но и фиг с ним, мы потом разберемся. Мы сейчас не к этому идем. Очень хорошо, что теперь задания, большинство заданий переделали в ретриевл, а не в крафтинг. Так что я могу не беспокоиться о всяческих проблемах с тем, что мне придется перекрафчивать. Давайте сделаем два котла. Потому что я, помните, один вот там вот из пола брала. Я точно помню, что я находила где-то котел. Вот буквально в последних путешествиях. Но куда я его делала, девичья память не дает мне вспомнить. Итак, машинкейсинг сюда. Это сюда. Две циркуитинки. Два моторчика. И три печки. Вот это все, что нам осталось. И на печке нам понадобится ключ. И, собственно, сами печки. Ой, ровно три. Кажется, у меня заканчиваются печки. Надо бы доделать. Итак, идут печки. Сверху идет ключик. И все это обмазываем пластинами. Раз, два, три. Ключик уже на последнем из дыханий. Бедняжечка такая. И тадам! Смотрите, алоэ смелта. Это просто замечательно. Но ему в компанию я, наверное, поставлю... Компостинг генератор. Нет, генератор. Стирлинг он. Стирлинг генератор. Это, конечно, не самый лучший вариант. Он не так много генерирует. Но у него есть внутренний буфер. И у самого элоэ смелта есть внутренний буфер. То есть они очень хорошо будут между собой взаимодействовать. И что нам сюда понадобится? Нам понадобится два моторчика, кстати, которые у меня уже есть. Да? Ставим сюда машину. Ставим два моторчика. Понадобятся ли мне циркуиты? Да, конечно. Одна. Также мне понадобятся какие-то пластинки. Это айрон. Айрон, айрон, айрон. Нет у меня нарезанных таких? Жаль, но нет. У меня есть только один ротор. Смотрите. А мне надо два. Мне два надо, да? Чёрт. А какие это роторы? А, это айрон роторы. Ой, извините. Простите. Значит, значит, пластин мне, наверное, ещё надо будет доделать. Мы сейчас разрежем одну железную. Я надеюсь, ты режешься, да? Ну, на что-то ты режешься. На что именно мы сейчас узнаем. Хорошо. Здесь всё медленно. Медленно, но уверенно работает. Итак, на что ты разрезалась? На то, что нам надо. Прекрасно. Или их две надо? Флешенька, флешенька, давай. Сосредоточься. Не так много осталось. Две штучки надо. Вы по моему волшебному заложенному носику можете слышать, что я опять болею. Я не знаю, когда это закончится, но, видимо, не скоро. Мне опять нужна печка. Обращаться сюда было глупо, но всё же. Надежда умирает последней. Я возьму вот так. Вот так. И хоть где-то, где у меня есть свободный стол, сделаю ещё печек. Я надеюсь, память мне не изменяет, но они делаются именно так. Замечательно. Замечательно. Остаточки мы отложим. Слишком много сборок, и у меня в голове всё путается. Что с чем делается? Ключ. Ты совсем умер. Нет. Ты у меня вот здесь лежишь. Кстати. Кстати. Вот сколько ключа хватит? Ключа хватило на две. Ну и... Значит, так и суждено. Значит, так и суждено. Ключ мне всё равно ещё сейчас понадобится. Вот так вот сделаем. И печки тоже сюда отправлю. Ключ мне понадобится, поэтому я из тебя сделаю. Из тебя хорошие ключи получаются. Прочные, красивые. И молоточком это всё простучать. Не молоточком. Из тебя нельзя ключ сделать. Значит, будет со стали. Из стали. Из стали, потому что... Потому что я так хочу. Хорошо. Печка есть. Я её уже выставила. Значит, остались только вот айрон роторы. Это идут железные пластины. Железных пластин достаточно. Прекрасно. Что ещё сюда идёт? Идут железные винтикоболтики и кружочки. Железные винтикоболтики один. Совсем один. Ой, я что-то себе в инвентарь выложила. То, что не хотела выкладывать. Но то, что он там один, это прискорбно. У меня ещё что-то обновилось. Видимо, какие-то новые задания, хотела сказать. Старые, новые задания. Закинем сюда. Разрезать. Раз, два, три. Вот как-то так. Больше, думаю, не надо. Это у нас идёт айрон даст. Переплавлять её не буду, потому что я потом специально ещё и пылю её. Для всех этих сплавов мне нужна именно железная пылька в пыльке. Ну что, у нас здесь? 8 винтикоболтиков. Мы сейчас тебя подвинем на секундочку. Хорошо, винтикоболтики готовы. Также мне понадобится филя. Филя со мной. Значит, этот рецепт я тоже уже запомнила. Филя, молоточки. Раз, два, колечко. Отлично. Колечки идут сюда. Сюда идут пластинки. И, кажется, идёт молоток, филя и отвёртка. Точно. Умница, флешка. Та-дам! И у нас есть стирлинг-генератор. Наверное, я эту радость отправлю уже в основное своё здание. Возьму с собой стэк вот такого вот угля. Хотя, хотя, знаете что? У меня есть компресснутый уголь, который я теперь никуда не могу пристроить, потому что идея, видимо, автора немножечко разочаровала, и он убрал и задание на компресснутый уголь, и как бы даже возможность его разложать. Поэтому я его использую в этом генераторе. Я думаю, что это будет хорошая идея. И, конечно же, с собой возьму кварц. Возьму три стэка кварца, потому что мне понадобится много этого кварцевого стекла. Я прям это предчувствую. Отправимся уже сюда. Вот. Если вот здесь у меня будет складокрафтовая зона, мы уже в ближайших сериях будем делать какие-то приспособления для сортировки, то вот здесь у меня будет вот такой вот уголочек. Значит, я поставлю лейсмолтер, а возле него просто поставлю генератор. В генератор засуну уголёчек, и всё, он производит мне рефоньку. Рефоньку в прекрасном количестве. Сейчас на него посмотрим. Смотрите, он мне произведёт 1 миллион рефа. Конечно, 20 реф за тик, это не так уж много, но я согласна. Я согласна. Меня это совершенно не смущает. И теперь можно посмотреть. Смотрите, уже 8 тысяч. И теперь смотрим на кварц, на его использование. Это должна быть пережарка в элой смолтере. Микс, пульверайзер. Сколько рецептов-то прекрасных. Ммм, в этот конкрет. Ха, смотрите, мне это тоже надо будет. Потом посмотрим, как это делается. Так, экструдер, хаммер. Господи, не поняла. Или ты с пыли делаешься? Хорошо. Возвращаемся к резервуару. Я... Пойдём от обратного. Возвращаемся к резервуару и смотрим на фьюзит кварц стекло. Да, он делается из пыли. У меня где-то должна быть кварцевая пыль, потому что я кварц добывала. Это кварц, как я вам напомню, с ванильных кварцевых кусочков. То есть, когда вы разбиваете киркой, выпадают вот прям кусочки кварца. А есть ещё греговский кварц, который кусочки вы не получите никаким иным образом, как какое-то вам сжимание. В особенных машинах. У меня должна быть и пыль, но есть и руда. Смотрите, сколько у меня этой радости. У меня есть вот такое количество уже пыли. У меня есть импюр, у меня есть крашет. Это, наверное, то, что выпадало в процессе. А, у меня есть кварцит. Кварцит. Всё понятно. Это не из той оперы. Это цертус кварц. А как самой руды, так достаточно мало. Так что цените то, что вы нашли в данжах. Что я сейчас с этим сделаю? У меня есть вот такой вот крашнутый. Его можно молоточком. Я, наверное, так и сделаю, потому что назерак мне не особо интересен. В пыли. Вот, я его перебью молоточком. Всё ещё пользуюсь этим молоточком. Он меня удовлетворяет. Есть ещё у меня вот такой вот грязный. Грязненький. Его можно, видите, через автоклав превратить в кварц. Можно промыть. Промыть и получить опять-таки пыльку назерака. Меня это не интересует, поэтому я промою вот здесь. Я не брезгую этой промывкой до сих пор. Ничего плохого в ней не вижу. Когда тебе надо быстро, и тебе особо не важен побочный продукт, то можно и таким способом воспользоваться, потому что зачем тратить лишнюю энергию, если вам не надо то, что оно будет производить. Вот, и теперь сюда. Вот это уже можно подключить. И теперь сюда закидываем эту радость. Всё равно ничего не происходит. Видимо, я что-то где-то неправильно посмотрела. Ещё раз. Потому что у меня не тот режим. Вот, Eloise only. Давай, сделай. Всё равно не делаешь. А что с тобой не так-то, дружище? Смотрите, это кварцевое стекло. Могу делать ещё и просто из церкви-скварства. Здесь стекло надо. Здесь последней пылькой у нас идёт стекло. Так что теперь мне нужна пыль стекла. Откуда взять пыль стекла? Какой самый простой способ добыть пыль стекла? Это растолочь именно чистое стекло. Хорошо. Можно мацератнуть всяческое. Растолочь чистое стекло, либо же мацератнуть всяческое. Ну, посмотрю, какого стекла у меня побольше. Как ни странно, перетолочь стекло оказалось достаточно длительным процессом. Что меня очень удивило. Я даже попробовала толочь вот это обычное стекло, а не клер. Но потом увидела, что разницы по времени нет никакой. В общем, 12 есть. 12 мне будет достаточно для того, чтобы сделать 12 кусочков стекла. И этого мне будет достаточно, чтобы произвести целый резервуар. То есть нам надо 4 блока. Они делаются по 2 блока за крафт. Вот и этого должно нам быть достаточно. Наконец-то пошёл процесс. У меня здесь все буферы уже заполнились. Процесс медленный. Чтобы ускорить процесс, достаточно добавить сюда капаситров. Я не знаю, что бейс... Не думаю, что будет ли бейсик добавлять что-то. Но вот дабл лейер в самый раз. А октатик это, конечно, уже предел мечтаний. Вот. Значит, мне надо 12 кусочков стекла. И стеклышки ещё и делаются по 3. Так что я сделала даже немножечко больше, чем надо. Вот. Вот уже пошли эти прелести эндерайо. Но если вы думаете, что всё, она добралась до эндерайо, никакого больше грека не будет, то вы крупно ошибаетесь. Здесь большинство сплавов, которые можно было раньше делать, раньше, в принципе, в оригинале, в эндерайо, в лейсмолтере, здесь всё перенесено в бласт печку. Вы видели, что время уходит на эти сплавы очень большое. Даже алюминий наплавить проще, чем все эти электрикал стали и энергетик эллоуи. Про вайбрант я вообще молчу. Поэтому грека здесь будет много. Это всё-таки новые горизонты, гректеха. Вот. Пошёл у нас первый набор. И ещё два захода. Ну вот. Последние секундочки. Я сбегала наверх, принесла отсюда басик капастербэн, который мне выпал из сумочки. Пускай себе накапливает энергию. Насчёт этого бланка у меня есть некоторые сомнения. Но я хочу попробовать. Если рванёт, то будет, конечно, обидно. Но здесь всё-таки AU. Нет, не буду даже пробовать. Я знаю, что можно в одну сторону переводить энергию. Можно ли в другую сторону переводить энергию? Не знаю. В каком соотношении? Какая вольтажность? Вот напишите мне, пожалуйста. Я знаю, что машинки, потребляющие РФ, можно подключить к источникам AU. Можно ли наоборот? Машинки, потребляющие AU, либо те же батарейки, подключить к источнику РФ. Интересно. Интересно и не знаю. Так, спасибо опять-таки сумочке за то, что она мне дала с такое количество моторчиков. Там же моторчики, там не моторчики. Там помпа используется. Расслабься, флешка. А, хай-вольтажные помпы используются. Не, ну по большому счету я могу себе их позволить, но мне надо моторчики. Все же. Значит, мне надо 4 хай-вольтажных моторчика. Все, расслабились. Расслабились. Мы сделали с вами стекло, а уже в следующей серии займемся хай-вольтажными моторчиками. Значит, что сюда надо? Сталь. Сталь, это не серьезно. Вот нержавеющие трубы, вот это серьезно. На 4 помпы мне придется сделать 2 захода. Это 12 нержавеющей стали. Я себе сразу запишу. 12 только на трубы. Так, дальше мне понадобится 4 мотора. А 4 мотора, это 8 палок. Грубо говоря, мне надо будет сделать 20 нержавейки, чтобы подготовиться к следующей серии. Электрум. Электрум я думаю, что мы осилим. Электрум делается через... Покажись, пожалуйста. Ассемблинг. Хорошо. А ты как делаешься? Из слиточка. Электрум. Покажись. Как тебе зажарить-то? Вот Элэс Молтер. О, электрум вообще без проблем делается. И что там последнее было? Там были какие-то проводочки. Походу даже коперные провода. Нет. Дважды обмотанные сильверные провода. Тоже абсолютно не проблема. И намагниченная стальная палка. Мы со всем этим справимся. Главное, до следующей серии мне сделать 20 нержавеющих кусочков. И, наверное, будем подготавливать все для стального большого бойлера. Думаю, хороший план. А сегодня мы хорошенечко потрудились. Мы сделали первые машинки из Эндрайо. Заимели фьюзнутое стекло, которое будет использоваться, использоваться и еще раз использоваться в крафтах. Смотрите прям. Это что? Смотрите, сколько всякого. Это в основном Эндрайошные штуковины, но потом оно используется вот в Энлайтнет. Светящиеся, темные. Даже соул-виалки можно будет делать. Круто. Соул-виалки это тоже очень-очень круто, потому что... Потому что если в лосо можно засунуть только дружественного монстра, то в соул-виалку можно любого монстра засунуть. Смотрите, как красиво. Великолепенно просто. На этом все. С вами была Флешка. И всем пока-пока.